Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! В имени и крестной волей Тебе, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Глава Господи! Христос, Истинный Бог наш, молитвый и чистый Своей Матери всех святых, помилуй! Ты спаси от нас, как благо человека любит! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Беседы святителя Иоанна Златоустова о грехе, о исповеди. И не будем отчаиваться, но омоем слезами нечистоту греха. Но не может ли грех привести к отчаянию или победить милосердие Божие? И как погиб Иуда? Как? Ведь покаяние не может быть принудительным. Выслушай, что говорит ему учитель. Что мне сделать с тобою, Иуда? Ты не знаешь, что намерен сделать. Я знаю, но не хочу. Качество грехов требует этого. Величие же милосердия удерживает. Что мне сделать с тобой? Пощадить тебя, но ты станешь еще нерадивее наказать. Но мое милосердие не дозволяет мне этого. Что мне сделать с тобою? Не поставить ли мне с тобою, как Содомом? Не поступить ли мне с тобою, как Содомом? Не поразить ли, как Гаморру? Но я Отец, и Отец милосердный. И мы, зная об этом милосердии, не будем отчаиваться. Но не будем также предаваться беспечности. То и другое есть погибель. Отчаяние не позволяет встать лежащему. Беспечность заставляет упасть истинного. Что имеет свойство лишать дарованный благ? Это позволяет освободиться от окружающего зла. Нерадение низвергает с самого неба. А отчаяние приводит к бездне зла. Подобно тому, как сохранение мужества заставляет сейчас же спасаться оттуда бегством. Взгляни на силу того и другого. Дьявол прежде этого был благ, но вследствие нерадения и отчаяния не спал в такую бездну зла, чтобы потом уже не встать. Павел был хулитель, преследователь, гонитель. Но так как он имел ревность и не отчаивался, то он восстал и сделался равным ангелом. Иуда был апостол, но по нерадению стал предателем. Разбойник затем, так как он не отчаивался, даже после того, как совершил столько зла, вошел в рай прежде всех. Фарисей за то, что был самонадеян, не спал с высоты добродетеля. Мытарь же, так как не пришел в отчаяние, был за это так возвышен, что превзошел того. Хочешь, я покажу тебе, как то же самое случилось с целым городом, так был спасен весь город и неветян. Обратимся же и мы, воззовем, омоем слезами нечистоту греха, будем бить себя в грудь и лицо, почувствуем грехи свои, чтобы и нам услышать от Господа. Сегодня будете со мною в раю. Аминь. Аминь. Кто готовился к Исповеди, оставайтесь.